Ася Викторовна, расскажите, пожалуйста, какие работы сейчас ведутся в районе Тульского Кремля, какие расходы, и что интересного было найдено? В этом году Институт археологии Российской Академии Наук начал работу в самом центре Тульского Кремля. Эти работы связаны с грядущим юбилеем Тульского Кремля. И идея найти первый каменный собор Тулы, он всегда ученых очень привлекал. Сейчас у нас появились новые естественно-научные методы, в том числе геофизические, благодаря которым стала возможна более точная локализация объектов, которые расположены под землей. И возможности для археологов копать не весь Тульский Кремль в поисках собора, а соответственно локализовать свои усилия на каких-то конкретных местах. Ну вот такие предварительные работы нашим институтом были сделаны, и по их результатам были обнаружены места аномалий, связанных с какими-то крупными кладками. Мы заложили раскоп, и вот эти кладки были найдены. Это фундаменты самого первого каменного собора Успенского. Есть идея их музеифицировать, и это будет, видимо, отдельный проект, которым сейчас занимаются архитекторы. Но мы очень рады, что вот эти подлинные материалы в наше время очень важно найти и доказать, имея подлинные археологические материалы, и мы рады, что мы смогли их обнаружить. Мало этого, рядом с ними же расположена уже производственная конструкция, производственное сооружение, связанное с переработкой этих самых фундаментов на известь для строительства уже современного Успенского собора XVIII века. Это тоже очень интересно, потому что это, так сказать, крупное производственное сооружение. Мы видим, как жили церкви внутри Кремля, одна сменялась в другой, как материалы, строиматериалы перерабатывались, использовались вторично. Это тоже очень, так сказать, любопытная такая деталь. И мы видим, что сам первый каменный храм был очень небольшой. То, что построили уже в XVIII веке, были практически в четыре раза больше сооружения. Это очень информативно, поскольку наглядно демонстрирует вот эту разницу между XVII и XVIII веком. То есть город разросся, да? И город, и страна, так сказать, и значение города, и вот эта вот, как бы, такая связь времен, да, то, что мы это видим воочию, можем пощупать, потрогать. Это очень важно, конечно, в нынешний век, когда многое виртуальное, и виртуальным можно манипулировать подлинными остатками. Вот они есть, вот они, так сказать, доказывают, что именно здесь это было, именно построено из местного камня и так далее. А какая площадь этого собора и какую часть удалось раскопать? Ну, удалось раскопать сейчас пока очень небольшую часть, и мы надеемся, так сказать, немножко увеличить раскоп. Но у нас есть точные записи, так сказать, письменные свидетельства, они в сажениях даны. Ну, так сказать, как бы весь собор был небольшой, где-то 18 на 25 метров. Это очень небольшое здание для XVII века. А раскопали центральную часть или вход? Раскопали край, так сказать, пределы собора. Но мы надеемся, так сказать, что сможем, нам разрешат, так сказать, раскопать и более крупные участки этой церкви. Расскажите, пожалуйста, какие самые интересные находки и предметы быта были найдены? Ну, самые интересные для нас, конечно, все находки, связанные с интерьером этого собора, поскольку нет ни одного естественного изображения, и, так сказать, только археологический материал может говорить, какой он был. Найдены и фрагменты белокаменной резьбы, видимо, связанные с этим сооружением, и, так сказать, большимерный кирпич, и кирпичи от сводов, такие треугольные, да, значит, и детали из разцов, которые тоже могут относиться к интерьерам или, наоборот, так сказать, декору этого собора. Мне кажется, так сказать, что плитки пола, да, так сказать, мне кажется, что это крайне важно, поскольку дает представление как о внешнем облике, так о внутреннем вот этого самого раннего храма. Там же и нательные кресты, и посуда, и много всего, да? Ну, так сказать, в культурном слое, как всегда, находится огромное количество вещей, связанных с бытом горожан, причем 16-го, 17-го, 18-го веков, вот, и, так сказать, это материал достаточно типичный для, тем более, так сказать, для древнерусских городов и для русских городов. Значительно более ярким и интересным являются вот эти вот подлинные остатки самого собора, собственно говоря, цели наших исследований. Хорошо. Собор впервые, да, раскапывается? Раньше его не раскапывали? Ну, значит, никто, среди историков было много, и археологов много очень споров о локализации этого собора, и частично в нескольких раскопах археологи считали, что они задели краем как бы участок этого храма. Но, так сказать, сейчас мы понимаем, что, так сказать, собор стоял на том месте, где его сейчас, так сказать, обнаружили с помощью георадарных исследований, и, так сказать, мы надеемся очень, что дальнейшее исследование даст нам достоверную и точную реконструкцию вот этого первого каменного собора Тулы. Спасибо.